Всем привет! Мы снова окунулись в мир спор. Как мы помним, нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы добраться до нового этапа эволюции. Опачки! Нападение? Я только зашел в игру и на меня сразу напали. Ребята, так, смотрим, у всех ли копия. Да, у всех копия, два факелиста. Опачки, мне еще даже нужно оружейню свою починить. Так, больше мне ничего чинить не нужно? Да, вроде нет, слава богу. Сделаем еще одного мальца. Мы можем их, в принципе, сделать даже больше. А вот еды у нас маловато. Так, ребята, встали на оборону. Сейчас на нас будут нападать. Где эти чудики, которые решили на нас напасть? А, вот они, вот они бегут, смотрите. Так, сейчас сюда. Факелы достали. В атаку! Ну, в принципе, это было легко. Мы отбились. У нас было численное преимущество все-таки. И я думаю, что нам нужно разобраться с этими сиреневыми. Потому что это наши враги. Значит, сейчас мы будем на них нападать. Ой-ой-ой, с едой совсем беда. Ребята, где вы тут у меня? Вот, бездельник у меня. Злав, ты бездельник, иди сюда. Собирай яйца. И делай яичницу. Чтобы мы все тут подкрепились. А также нужно отправить кого-нибудь на охоту. Хотя, какая охота нафиг? Идите, собирайте фрукты. И один у нас будет рыбачить. Бери остроги. А рыбачить ты у нас будешь? Где у нас тут рыбка-то была? Вот. Иди сюда. Вот сюда рыбачить. А также нужно понаделать детишек. У нас потому что есть возможность сделать трех миньончиков. Так что давайте пополним ряды наших военных. Так, одно яйцо готово. Еще одно. И последнее. Все. Ну что, три моих младенца выросли. И я их распределил таким образом. Двое из них стали копеечками, и один носит факел. А сейчас зайдем в нашу лачугу и посмотрим, какие новые предметы у нас появились. А появилось следующее, смотрите. Плодосборники. Плодосъемники позволяют доставать фрукты даже с самых высоких деревьев. Нет, это нам не нужно. Это что у нас такое? Посохи шаманов? С помощью посохов можно пополнять запас здоровья. Ух ты, так это получается у нас медик может быть? Так, это полезная вещь. Достаем. Сейчас мы кого-нибудь в шаманы посвятим. И трубы. Трубы помогут подружиться с другими племенами. Трубы нам пока не нужны. Но вот то, что у нас медики появились, это очень шикарная для меня новость. А что у нас по поводу снаряжения? Глянем. Итак, у нас здесь появился горшочек какой-то с травой. Называется Алоэ Хайра. Что у нас тут? Новая маска появилась. Ничего интересного. Что у нас на нагрудной броне? Ничего. Наплечники. Новые наплечники появились. Называются они Погоны. И дают они бонус к здоровью. Уровень 4 у них. А что же новенькое у нас появилось в аксессуарах? В аксессуарах у нас бронзовка. Ну, вот эту штуку можно, в принципе, прицепить куда-нибудь вот так вот по бокам. Ну, в принципе, неплохо смотрится, да? Оу, нифига себе, какие иголки можно сделать. Или вот так вот можно сделать. Лучше давайте оставим как было. Вот так неплохо. И что у нас в разное есть? Оу, длиннорог. То есть я могу сделать вот так вот, да? Только это надо как-то развернуть. Нет, единорога мы из нашего миньона делать не будем. Пучок. Пучок. Его тоже некуда цеплять. Так что это все новые фрагменты. Ничего интересного. Единственное, знаете, что я думаю, что все-таки нужно одеть маску. Потому что маска дает бонусы к оружию, к общению. А у меня она не надета. И это может сыграть очень важную роль. Вот, допустим, давайте вот эту маску. Маска Мумба-Юмба. Наденем ее, не знаю, вот так вот. Сзади попробуем нацепить. Эдакие у нас такие защитные задники будут. И посмотрим, что мы можем... Ух ты ж, нифига себе, какая грозная маска получается. Давайте грозную оставим. А если вперед ее вытянуть? Ну, вот так вот мы и оставим. Все. На этом наш апгрейд закончен. Поехали в мир. И, как мы помним, с вами у нас появились шаманы. Давайте мы сделаем одного или два, не знаю, даже сколько шаманов сделать. Одного. Одного мы сейчас сделаем. Иди сюда. Посмотрим на него. Вот этот вот у нас миньончик сейчас станет шаманом. Надеюсь, шаманы здесь очень крутые. Я, если честно, не помню, как они выглядят. А это все. Я думал, ты там какую-нибудь шляпу интересную с перьями наденешь. А он просто посох схватил. Ну что. В принципе, армия моя готова. А ты что, прохлаждаешься? Иди сюда. Армия моя готова. И я предлагаю пойти походом на наших сиреневых, которые только что на нас напали. Отомстим им. Сиреневые даже не догадываются, что сейчас у них будет апокалипсис. Миньонский апокалипсис, как я его называю. А вон они, наши товарищи, идут. Вы посмотрите, какие они серьезные. Ох, ребята, вам сейчас будет капец. А где у вас вожак, интересно? Вожак? А, вот он, вожак. Ну что ж, начнем с вожака. Хорошо, что у меня есть шаманчик. Сейчас подхилит, если что, кого-нибудь тут. Ух ты, вы посмотрите, как шаман там хилит. Вон. Прикольно. Шаман лечит все-таки. Блин, одного потеряли. Одного кого-то потеряли. Я думал, что шаман... Ох, мы и вожака потеряли. Блин. Я и вожнего вожака грохнул, а он моего вожака. Что-то какие-то они мощные, слушайте. Я потерял уже двоих. Троих. Но ничего, ничего. Чуть-чуть осталось, буквально чуть-чуть. Ребята, это была просто какая-то резня. Я не представляю вообще, что произошло. Из всех осталось только три моих миньона. Вы посмотрите, сколько я потерял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть миньончиков я потерял. Сиреневые, если честно, были какие-то свирепые. Стащим у них еду. Забирайте их запасы все. Красавцы. Ну забирай, забирай запасы. Все, уносить все домой. А я сейчас тогда с базы заберу оставшихся моих миньонов. Кстати, восстановился наш вожак. Миньон, который добывает пищу, мы сейчас его перевооружим. Факелиста. В общем, я решил перевооружить всех оставшихся миньонов. Факелисты. И сейчас мы пойдем сжигать деревню сиреневых. Блин, они уже восстанавливаются. Смотрите, у них шаман появился и маленькие детеныши. Эх, нехорошо получилось, конечно. Нужно как можно скорее на них нападать. Зря я убежал. Давайте, давайте, ребят, бегите. Блин, смотрите у них сколько детенышей-то появилось, а. А у меня только факелисты. Но, учитывая, что у них мало еще народу. Сжигаем враждебного вождя. Так, вождь погиб. Теперь всех выросших миньонов враждебных тоже уничтожаем. Маленьких мы не будем трогать, они потому что безобидны, они нам ничего не сделают. А вот те, кто выросли, их нужно уничтожать. Вся деревня обезоружена. Предлагаю сжигать их лачугу. Пока тут ребята нас трудятся, нам нужно восстановить наше население. Где у нас тут детишки? Детишки, детишки, пополняйте наш... Пополняйте наши военные ряды. Детишек мы наделали. Вот они, наши яйца. Скоро они вырастут. А здесь лачуга наших враждебных сиреневых сгорела. Как миньоны просто рады, что сиреневых больше нет с нами. Наш тотем пополняется сиреневым цветом. Поселения сиреневые уничтожены. В меню племени можно купить новые инструменты и снаряжение. Тотемный столб почти достроен. А это означает, что мы скоро эволюционируем и перейдем на новый этап. Ну что ребята, я могу я вам сказать. Получается, что у нас на этапе племя было два враждебных племени. Это розовые и сиреневые. И три дружелюбных. Это у нас поселение бирюзовые, поселение коричневые и поселение зеленые. С зелеными мы еще не задружились, поэтому сейчас мы пойдем к ним в гости. Преподнесем им подарочек. И поиграем на дудках, на трубах. Я не знаю, на чем они там играют. Давайте посмотрим, какие у них там музыкальные инструменты. Мне кажется, они еще, ну, совсем первобытные. Посмотрите, у них даже поселение не расстроено. Ммм, думаю, что... А, у них дудки есть, у них трубы есть, слушайте. Значит, нам придется идти туда к ним с трубами. Нужны музыкальные инструменты трубы, значит, нужно построить это. Нам необходимо убрать одну из построек и построить вместо этого постройку с трубами. И, как мы видим, у нас появилась новая постройка вооружений. Это топоры. С помощью каменных топоров можно легко разделаться с дикими животными и представителями других племен. Но разрушить постройки таким инструментом будет очень сложно. Нам уже это ни к чему. Нам осталось только задружиться с одним племенем. И я предлагаю убрать факелы. Потому что больше они нам никогда не понадобятся. И построить трубы. Вот так вот. А что у нас по поводу снаряжения? Из снаряжения у нас появилась вот такая тортовка. В масках у нас появилась вот такая маска текки. В нагрудниках появились вот такие суперзащита и пояс вредности. Интересное название. Наплечники. Чешуйчатый наплечник. Очень классно выглядит. Я подумываю заменить. Хотя нам сейчас нужно больше общения. А чешуйчатый наплечник он к общению ничего не дает. Поэтому оставляем наш пластиковый. В аксессуарах у нас появился лилик. Вот такой вот непонятный предмет. И в разное череп. Нифига себе. Куда такой череп можно нацепить? На голову только если да. Все снаряжение мы с вами открыли. А это означает, что миньон у нас сейчас в полном вооружении. В полном снаряжении. Он теперь у нас таким останется. Ну не знаю. Пока мы не перейдем на новый этап. Ну что ребята. Подудим немного. Давайте берите все трубы. Пойдем сейчас трубить. О, по-моему они все рады, что у нас трубы появились. Они прям в восторге. Итак, у нас у всех трубы. Пойдемте знаком... А, давайте мы вначале им подарок преподнесем. Пойдемте подарок им. Ага, подарок мы не можем им преподнести. Потому что они нейтральны. Ладно. А знаете чего? Мы давно не использовали фейерверки. Так что сейчас мы придем и запустим фейерверк у них. Может это какое-нибудь впечатление на них произведет? Мое племя выходит из-за бугра. По сравнению с этим племенем, мои такие приодетые. Такие знаете, продвинутые. Мажорчики, можно сказать. А там, кстати, справа вон корова уходит. Блин, че я корову не приручил? Да, 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 привет, ребят. Мне так все машут. Мне так все рады. Ну что, ребята, в честь этого, то что мы к вам пришли, я запускаю салют. Наслаждайтесь. Прикольно пускать фейерверки, да, когда ты просто поднимаешь руки. Вот бы так в реальности. Ну что? Это произвело на вас? Да, вы посмотрите, фейерверк произвел на них впечатление. Настала ночь, пришло время подудить. Устроим вечеринку. Вы готовы? Мы готовы. Пошла жарень. Баттл на дудках. О, какая мантра. Блин, такая классная музыка у них была. Очень классная. У меня от этой музыки аж мурашки идут. Вот мы и подружились с этим племенем. Они дали нам новые фрагменты. И мы закончили постройку нашего тотема. Поселения Зеленые стали вашими союзниками. Тотемный стоп достроен. Теперь вы можете перейти на этап цивилизация. Ваше племя на вершине господства. Когда решитесь превратить племя в цивилизацию, щелкните на кнопки нового этапа. Хорошо. Чтобы основать свой первый город, щелкните здесь. Откроется редактор, где вы сможете построить ратушу и создать разные виды техники. Оооо, мы очень с вами стали продвинуты. У нас нереально огромные мозги. Поэтому теперь мы сможем перейти на новый этап цивилизации и построить какую-нибудь крутую технику. Я думаю, что сейчас с этим не стоит затягивать. И давайте сразу же эволюционируем. История развития. Действия ваших подопечных на этапе племя. И кстати мне дали ачивку основатель. Ну что ж, в итоге мы с вами остались дружелюбными. А это означает, что у нас будут такие способности, как дружелюбие, черное облако. Выводит из строя развлекательные центры, башни и нагоняет на жителей города тоску. А вот это что у нас дружелюбие, любезное приветствие. Позволяет произвести положительное впечатление не на знакомую расу. Вот такие вот у нас будут навыки. А теперь давайте перейдем в редактор. О, ребята, нам бы нужно как-то эволюционировать, построить новые дома, ракету. Да, да, пора, пора, пора. Давайте мы это и сделаем сейчас. Ваше племя стало самым главным на всем континенте. Теперь жители готовы перейти от простой деревенской жизни к цивилизованной городской. Сейчас мы соорудим город. И вот мы оказались в редакторе. И этот редактор не такой, как был ранее. Мы не будем здесь создавать существа или какого-то монстра. Мы будем строить нашу ратушу. Сперва нам необходимо выбрать основу. Можно выбрать просто комнату. Колонна, дом, октадер, арочный проем, парапет. Предлагаю выбрать обычную комнату. Что мы с ней можем сделать? Мы ее можем растянуть. До вот таких масштабов. Ух ты ж, нифига себе комната какая получилась. Давайте, наверное, построим высотку, да? А если сверху еще что-нибудь... Ух ты, нифига, я и сверху могу поставить. Опа, опа, опа. Воу, воу, нифига каких размеров у нас. Квартира-то будет. Что-то я, конечно, замахнулся, да, походу? Что-то очень высокое я начал строить. Капец. Ладно, ребят, давайте я сейчас что-нибудь смастерю и потом покажу вам конечный результат. Потому что это, походу, надолго затянется. Ребята, вот такая вот технологичная, инновационная база миньонов у меня получилась. Честно, я даже не знаю, как бы выглядела база миньонов на этапе цивилизации, но я думаю, что она бы примерно была бы такой. Представляю вам нашу новую базу миньонов Тесла Катакаратпута. Миньонам нравится. Теперь мы всевидящие. Теперь мы покорим всю галактику. Не то, что этот мир. А так же инопланетян поработим, да? Да, инопланетяне все будут подчиняться только нам. А пирожные, а пирожные и пельмени? Ты о чем? А как же бананы? Объявляю нашу новую базу открытой! Вы на пороге создания цивилизации. Мы как бы ее уже создали, если что. Ну, а по поводу тачки миньонов, она будет выглядеть, ну, как-то так. Наступила эра высоких технологий. Ваш город будет первым на этой планете. Но за ним последуют другие, основанные существами такого же вида. Не расслабляйтесь. Ваше государство должно постоянно развиваться. Найдите источник пряности и щелкните на нем, чтобы захватить. Пряность – ценнейший ресурс. Хотите жить в богатстве и процветании? Не забывайте его добывать. Я немножечко подкрасил наш домик, потому что он выглядел как-то, ну, совсем не очень. В серых тонах. И теперь он вот такой вот. Под цвет нашей машины. Ну что, ребята, я думаю, что на этом мы закончим. А в следующей серии нас ждет новое знакомство с инопланетными существами. И цивилизациями. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачки. Не забываем подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok